Привет, друзья! Вы просили, чтобы я показал вам какие-нибудь свои ставки. Так вот, в этом ролике, который я делаю из Института физкультуры, я вам сейчас кое-что покажу, что было сегодня, в пятницу. А получилось вот что. В свойственной себе манере гениальность. Я пожалел 100 рублей и поставил около 2600 рублей на победу команды в волейболе, которая вела где-то в 6-7 очков. Но, кефицент вы видите какой. Ставка эта не сыграла, естественно, мне стало обидно, естественно, на балансе практически ничего не оставалось. Естественно, так делать не нужно никогда, вы никогда так не повторяете до мной. Но, сейчас я хотел рассказать о том, что было потом, что такое везение и невезение. Я поставил по-быстрому экспресс на оставшиеся 192 рубля. Итак, я поставил экспресс. Из пяти событий там было 3 бадминтона и 2 тенниса. Бадминтон, потому что он шел быстрее всего, он был в лайве, теннис начинался чуть попозже. И вот сейчас я как раз вам хочу рассказать, что такое везение, что такое невезение. Два бадминтона прошли отлично. 2-0 по партиям было четко, уверенно. Фаворит в другой встрече выиграл. В третьем бадминтоне я узнал, что такое везение. Мои игроки в третьей партии летели 14-19. И потом еще 17-20. С этого счета выиграл 23-21. Оставали всего лишь Мугруза и Бердых. Бердых в итоге вывел, в последний момент отыграл в подачу Джумфура на сет. И взял потом тай. После этого Джумфур снялся. А вот Мугруза, вот в этом матче я узнал, что такое невезение. Она подавала у нас на матч во втором сете, не подала. Дело дошло до тайбрейка. На тайбрейке у нее было 3 матчбола. В том числе и на своей подаче. Все она их не реализовала. Сет проиграла. Проиграла потом и матч. А ведь Экспресс с коэффициентом 12 был на расстоянии одного мяча от меня. Вот так бывает, друзья. Не надо расстраиваться. У меня сейчас по-прежнему на счету. Около 32 тысяч рублей на накопительном счету я имею в виду. Был 34, но я попрошу, соответственно, моего Дрона завтра перевести мне 2000. Сегодня я дышаю, сегодня я играю в теннис. Все. Такой небольшой короткий ролик. Все, что я хотел вам рассказать.